В рамках проверки готовности сил и средств Свердловской области к половодию и природным пожарам Комиссии Центрального аппарата МЧС России, председатель правительства региона Денис Паслер обсудил с заместителем директора Департамента гражданской защиты МЧС России, заместителем председателя Комиссии Центрального аппарата МЧС Алексеем Макарьиным итоги контрольных мероприятий. Алексей Макарьин отметил положительную сторону все, что связано с межведомственным взаимодействием Свердловской области. Это было проверено как на учениях по ликвидации условно-чрезвычайной ситуации, связанной с весенним палатком, так и при проведении заседания штаба комиссии правительства Свердловской области по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Было проверено все, что связано с комплексными системами оповещения населения. Также была проверена готовность самого населения к возможности чрезвычайной ситуации. В рамках небольшого учения, которое провели межведомственного и тех контрольных выездов муниципальное образование, где пообщались с гражданами, ради кого вообще вся эта работа ведется, которых опросили, знают ли они о том, что живут в зонах возможного воздействия весеннего половодия, воды большой и холодной и лесных пожаров в будущем. Имеют ли они памятки, понимают ли об этой возможной угрозе и как действовать в этой ситуации. Алексей Макарин поблагодарил Дениса Паслера за поддержку противопожарной службы и за государственный подход в решении вопросов обеспечения безопасности населения. Заместитель председателя комиссии Центрального аппарата МЧС России обратил внимание Дениса Паслера на необходимость подготовки региональных нормативных актов об определении возможных зон затопления и подтопления в период пропуска паводковых вод, опираясь на вступившую в силу постановление правительства Российской Федерации. Представитель МЧС России подчеркнул, что вопросы территориального планирования – это основа всего. Планирование мероприятий по предотвращению периодических природных чрезвычайных ситуаций, таких как паводок или лесные пожары, а также вопросов обеспечения безопасности населения, таких как система оповещения и других. Алексей Макарин также отметил, что впервые принято федеральное постановление по зонам затопления, поэтому необходимо корректировать региональные документы. Денис Паслер рассказал, что эта большая работа уже проведена на региональном уровне. В середине марта внесено в собрание закона о территориальном планировании Свердловской области, где учтены все названные моменты, в том числе зоны возможного подтопления в период пропуска паводковых вод. Подводя итоги работы комиссии центрального аппарата МЧС, Алексей Макарин подчеркнул, что не нужно успокаиваться ни власти, ни населению, поскольку опасные периоды еще впереди. Все эти мероприятия разумно, с опытом спланированные, выполняются в срок, финансирование и материальное обеспечение как техникой, так и специальным оборудованием в полном объеме реализуется. Единственное, что сроки еще не все выполнено, потому как весна, мы все же не в Сочи живем. Напомним также, что ранее губернатор Евгений Куйлышев своим указом утвердил сводный план тушения лесных пожаров на территории Среднего Урала на 2016 год. Документ регламентирует порядок взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления в зависимости от уровня пожарной опасности и количества лесных пожаров. В сводном плане зафиксированы все проведенные профилактические мероприятия в лесу, учтены все лесные дороги, по которым возможна доставка сил для тушения лесных пожаров по земле. Обозначены авиамаршруты патрулирования, предусмотрен оперативный мониторинг лесопожарной ситуации, согласовано маневрирование силами и средствами тушения. Всего выйти на борьбу с лесными пожарами в Свердловской области готово около 6 тысяч человек и более 13,5 тысяч единиц оборудования и техники. Общая площадь лесов на территории региона превышает 16 миллионов гектаров. Наиболее опасные участки леса сконцентрированы в Гаринском, Верхотурском, Ивдельском, Нижнетагильском, Сотринском и Сесердском лесничествах. Борьбу с огнем на землях лесного фонда, а также выполнение противопожарных мероприятий в области осуществляет специализированное учреждение Уральская база авиационной охраны лесов. В состав Уральской авиабазы входят 5 авиаотделений, 3 авиаточки и 30 пожарно-химических станций. Штатная численность сил пожаротушения специализированного учреждения составляет 720 человек, в том числе летчики-наблюдатели 12 человек, парашютно-десантная пожарная служба 152 человека, и наземные силы пожаротушения 556 человек. Для борьбы с крупными лесными пожарами при необходимости могут быть привлечены силы и средства арендаторов лесных участков, предприятий и организаций, формирований МВД, Минобороны и МЧС. Кроме того, могут быть задействованы также 8 пожарных поездов Свердловского отделения ООО «Российские железные дороги». Поезда могут курсировать по области и оказывать помощь в тушении пожаров на железных дорогах разных направлений общей протяженностью более 3,5 тысяч километров. Контроль над исполнением указа возложен на председателя правительства области Дениса Паслера. Артемовские спасатели уже не раз доказывали, что умеют работать четко и эффективно. Во многом это связано с тесным взаимодействием на межведомственном уровне внутри муниципалитета. С вопросами профилактики чрезвычайных ситуаций, подготовки и устранению как самих ЧАЭС, так и их последствий, в нашем муниципалитете работает специальная комиссия по гражданской обороне при администрации. Важным моментом является то, что к решению этих вопросов привлекаются представители учреждений и ведомств, на первый взгляд, далеких от подобной деятельности. Однако, если рассматривать проблему глубже, становится понятно, что практически всегда первыми с той или иной ЧАЭС встречаются простые жители, сотрудники учреждений разной направленности. Когда они готовы предпринимать необходимые действия, а главное знают их схему и порядок, последствия неприятностей могут быть в разы меньше, а то и вовсе отсутствовать. И все же на первом крае всегда будут наши спасатели, пожарные, подготовленные добровольцы, от которых зависит сохранность муниципального и частного имущества, а порой и сами жизни артемовцев.